Множество севастопольцев выразили готовность принять у себя в гостях всех тех участников войны, которые приедут на Парад Победы. Но ветеранов, все еще способных вернуться в город, который они защищали, становится все меньше. Иван Харитонович один из тех людей, которые смотрят на жизнь с оптимизмом. Многие хотели бы в 86 лет быть такими же энергичными, как и он. Но без родных в далекий путь ветеран не рискнул отправиться, приехал с дочерью и внуком. Возможно, на Параде Победы повезет встретиться со служивцами. В Севастополе я почти участвую в прошлом году, позапрошлом году. В 44-м году, когда нас перебило такое приглашение, как сейчас, мы приехали тогда. Я встретил двоих, которые по 17 лет с Апунгара брали мы тогда. 80 человек все собралось из Союза. А вот в прошлом году я уже никого не встречался, потом никто не приезжал. Сейчас не знаю, кого сегодня встречу. В составе 414-й грузинской стрелковой анапской краснознаменной дивизии Иван Харитонович освобождал Крым. В память о боях на Сапунгаре он носит с собой немецкий трофей. Когда мы наступали, ну попал в пули, фуфайка где-то была, пробил и остановился возле сердца. 9 мая Севастопол уже освобождали, а в Харсенове еще немцы были. А мы там их взяли еще 25 тысяч пленов немецких. А Севастопол был вообще все разбитый, 7 зданий оставалось. Этот город особенный, считает ветеран. И поясняет, народ здесь очень приятный. Согласен с ним и другой защитник Севастополя, по отчеству, кстати, тоже Харитонович. Павел Матюра говорит, город-герой до сих пор хранит лучшие традиции советского прошлого. И люди так чувствуются, и весь обряд, все поведение людей, все советское. И я, советский человек, остаюсь до последнего советским человеком. Павел Харитонович живет в Краматорске Донецкой области и, наверное, не случайно на улице Севастопольской. Севастополь для меня это родной дом. Я не приехал для того, чтобы здесь торжествовать, праздновать там и так дальше, что-то иметь какие-то там льготы и прочее. Нет. Посмотреть, поклониться этому городу. Этот город выстоял, и он стоит, и он будет стоять. Наш город помнит своих героев. Доказать это решили сами севастопольцы, пригласив к себе в гости ветеранов. Мы очень благодарны севастопольцам за их отзывчивость, за то, что у нас было огромное количество звонков. Звонили и как жители, приглашавшие к себе в квартиру ветеранов, так и владельцы пансионатов. На Парад Победы собирались приехать более 30 участников обороны и освобождения Севастополя. Но смогли это сделать далеко не все. Мы понимаем, конечно, что в следующий год это еще, скорее всего, меньше ветеранов, потому что ветераны уходят. Но мы будем дополнительно расширять поиск и заниматься этим на протяжении уже целого года. И надеемся, что в следующем году мы также сможем совместно с севастопольцами принять ветеранов, защищавших наш город. Бери шинель, пошли домой.